В 1956 году на восточной окраине стала выдавать свой первый уголь шахта имени газеты «Комсомольская правда», а в 1963 году шахта «Соколовская». Вместе с ними и вырос большой благоустроенный поселок «Новая Соколовка». С асфальтированными лентами дорог, с двумя школами, профессионально-техническим училищем, больничным городком, с целой сетью дошкольных учреждений, магазинами, кафе, столовыми. Некогда весьма популярный и процветающий кинотеатр «Спартак» после долгих лет простоя обещает вновь возродиться, но уже в виде православной церкви. 1 сентября 1953 года открыла свои двери школа номер 14 в поселке «Новая Соколовка» ровесница шахты имени газеты «Комсомольская правда». Первых улиц и домов вокруг она радовала жителей, спешившись с детьми на праздник первого школьного звонка. История школы – это история учительского коллектива, который с самого ее основания был сплоченным, добрым и отзывчивым. И несмотря на то, что школа сменила ни одного директора, на успехи школы и теплую дружескую атмосферу это нисколько не повлияло. В прошлом году у средней школы номер 14 тоже был юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Самым любимым местом отдыха и проведения организованного досуга жителей поселка всех поколений был в 70-е и 80-е годы дворец культуры «Шахта Соколовская». Днем здесь в многочисленных секциях, кружках и клубах занимались дети и подростки. По вечерам на танцы собиралась молодежь, приходили на киносеансы целыми семьями. Жизнь в этом замечательном очаге культуры буквально кипела. Добрые традиции хранятся здесь и по сей день. Формы работы клуба самые разнообразные. Это диспуты, тематические вечера, концерты, детские праздники, патриотические праздники. Возрождение нравственных и духовных ценностей является сегодня приоритетным направлением клубной деятельности. Это встречи и проводы русской зимы, масленица, покрова Божьей Матери, Пасхи, День Семьи, Любви и Верности. Планируя свою работу, мы обязательно включаем совместную деятельность с социально-реабилитационным центром для пожилых людей, находящимся на нашем поселке. По сложившейся традиции, ветераны – это наиболее активная, творческая и ответственная аудитория. Не одно десятилетие мы совместно планируем такие праздники, как освобождение города Новошахтинска, День Победы, различные митинги, День России и другие. Большое место в деятельности нашего клуба определено благотворительным мероприятием для ветеранов города и инвалидов. В клубе с 1993 года создан хоровой коллектив «Россияночка». Одной из основных задач клуба является привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете ОПДН. В этом году, Дню работника культуры, наш коллектив был отмечен уже в очередной раз почетной грамотой администрации города Новошахтинска. И было очень приятно. Дом культуры был открыт в конце 1970 года и с того времени, к сожалению, ни разу не был капитально отремонтирован. И вот долгожданное событие. Капитальный ремонт обретает реальные черты. Проект ремонта получил положительное заключение государственной экспертизы. Финансирование ремонта из областного бюджета подтверждено правительством области. Целенаправленно и системно велась в поселке Новосоколовка работа с так называемыми трудными подростками, с которыми не один десяток лет терпеливо занималась руководитель комнаты школьника, ставший впоследствии подростковым клубом «Факел» Нина Михайловна Буданова. Это поистине мужественная женщина, подвижница, великий энтузиаст и добрый друг ни одного поколения поселковых мальчишек и девчонок, умела найти подход буквально к каждому, принимала участие в непростых судьбах, находила для детей и их родителей мудрый совет, верное решение, а еще регулярно организовывала для ребят поездки во все концы нашей великой родины, в Москву и Крым, в Абхазию и Ереван. Не с честь экскурсий под ее руководством по маршрутам родного края, близлежащие города Краснодон, Таганрог, Ростов-на-Дону. Ну, раньше в «Факеле» было как... Просто приходили дети и проводили свой досуг. Ну, здесь решили теперь открыть такие кружки, как авиамоделирование, много мальчиков ходит, а девочкам кружок декоративно-прикладное искусство, а также на вокал ходит много детей. Также продолжается работа с детьми группы «Риска», ну, это идет посещение на дому, ну, также ходят здесь, проводим с ними индивидуальные занятия. Ничто не забыто, никто не забыт. Новошахтинск живет, развивается, застраивается и перестраивается, воплощая в жизнь идеи, мечты и стремления многих поколений новошахтинцев.